Всем привет! Меня зовут Оксана. Я сама из Киева, но мы последние 10 лет жили в Индии. И сейчас мы в прошлом году переехали с мужем в Ирландию, так как это его родина. Но мы решили осесть здесь на какое-то время. Сама по профессии я бухгалтер, которым никогда не работала. Так пришлось. Я очень любила всегда танцы. И как-то у меня так вышло, что проработала я все свое время после школы хореографом. До сих пор им работаю. Очень сильно люблю свое занятие. Еще я увлекаюсь, делаю украшения из Сваровски, вышивка бисером и тому подобное. Вот, как бы творческие наклонности у меня такие есть, как бы вкус и тому подобное. Но с рисованием я страдала еще со школы. То есть у меня были постоянные двойки и тому подобное. Потому что учителя нам толком не объясняли, как... Не учителя, а учительница одна не объясняла нам, как толком это все рисовать. Не умела заинтересовать. Ну, вы знаете, как у нас могут иногда опустить тебя, отбить все желания, короче говоря. И вот так я потеряла вкус вообще и веру в себя, что я даже круг могу нарисовать. Вот. И протянулось у меня это все до теперешнего момента. Вот. И как-то на Инстаграме у меня кто-то из подружек, наверное, поделился, что кто-то рисует, вот, увлекается. Я Мигенди знаю как бы давно, так как мы жили в Индии, это для меня... Каждую неделю я шла, ходила куда-то, расписывала руки. Вот. Для меня это было очень интересно всегда. Я даже, наверное, не особо мечтала научиться, потому что знала, пх, в рисовании ноль. Не мечтай. Вот. Но когда увидела в Инстаграме видео, начала немножко рассматривать школу, как Ирина преподает вообще всю информацию, наткнулась на ее видео в Ютуб. Тут-то меня и зацепило о том, как нужно немножко верить в себя, пробовать, и все получится. В краткости, да? Тут-то меня зацепило, что, наверное, надо. Надо как-то попробовать, иначе не узнаю никогда, да? Вот. И я промолвила с нечаянным мужем об этом курсе, и он знал, как я давно хотела научиться рисовать Мигенди. Вот. И он говорит, так давай, вперед, я дам тебе денег, вперед, давай, на два курса, на сколько захочешь, только не бросай. Вот. Мы договорились, он говорит, ты просмотри информацию, то есть, подходит ли тебе все и тому подобное. Я сравнила с какими-то другими школами, даже близко не стоит. Вот. В этом я в конце немножко сравню. Сейчас я обучаюсь на девятом потоке, четвертый урок мы проходим, да? Вот. Наверное, где-то со второго урока я уже почувствовала большую разницу, как я могу вообще держать конус в руке, как я провожу какие-то линии, как они раньше у меня получались, и насколько сейчас я чувствую прямо вау. Вау, это совсем, ну, совсем вот как что-то другое. Обычно, когда делаешь какие-то украшения, например, для меня легче так сравнить, или ставишь какой-то танец, и ты смотришь на это, и ты сразу понимаешь, да, это то, это пойдет, значит, это что-то красивое. Либо ты смотришь, и ты думаешь, нет, вот с хною у меня было всегда так, да, посмотришь, нарисуешь, ужас какой, кошмар просто. Сейчас у меня уже проблескивают какие-то моменты, когда я что-то нарисую, даже на руке какой-то маленький элементик бывает, я такой перфекционист, меня трудно удовлетворить, но бывают такие моменты, когда я чувствую, что неплохо, уже что-то получается, да. То есть вот этот момент, наверное, он и держит нас, когда чуть-чуть что-то уже получается, он удерживает, что видишь, что процесс работает, да. Процесс работает не только за счет меня, конечно, это понятное дело, это надо, спасибо большое сказать Ирине Александровской за то, что она настолько качественно, умело подает информацию, не просто снять видео и отторобанить, да, та-та-та-та-там, рисую, нет, она настолько это все разжевывает, настолько подходит каждому элементу, разбирая его на бумажке, карандашиками, все это прорисовывая, что ты понимаешь, что за этим стоит, да, то есть вот чего мне не хватало. Чего не хватало, это вот такого времени, которое учитель тебе может уделить, объяснить, вложить в тебя что-то, поверить в тебя, да. Вот, в этом, в этом тут все идеально, как бы, все настолько идеально схвачено, даже как снято видео с разных сторон, как все проработано, это одна часть, да. Вторая часть мне очень понравилась, я совершенно этого не ожидала, я слышала, да, какие-то будем вводить хорошие привычки и тому подобное, но когда я начала проходить курс, и передо мной каждый день открывались уроки, и я была просто вау, это что-то, то есть это настолько схоже с моим стилем жизни, с моими привычками, которые я не могу сказать, что все еще идеально, но я очень сильно стремлюсь, мне это очень интересно, да, быть более организованной, составлять какой-то планинг, вести здоровый образ жизни, вот, в этом плане мы очень сильно кликнули, и, как бы, до сих пор я жду прямо каких-то сюрпризов, что же у нас будет завтра, что у нас будет еще, что еще можно улучшить, как бы. И вот эти все вещи позитивные, они настолько толкают вообще перейти на какой-то другой уровень, как человек, как личность, и прогрессировать, да, потому что если мы несчастливы внутри с собой, то нам, в принципе, ничего делать-то не хочется. Вот, вот это я заметила, что меня это очень сильно помогает, подталкивает, тащит вперед, и я вижу, что прогресс есть. Вот, что больше, что трудно мне принять, это, наверное, да, я сильно требую от себя много, требую слишком быстро, вот, ну, этому я тоже учусь, Ира учит нас немножко не давить на себя, всему свое время, вот, тренироваться, конечно, надо, но всему свое время все придет и все будет, то есть мне научиться со своей стороны это нужно, наверное, принимать, вот, не паниковать, когда что-то не получается, придет время, и оно получится, наверное, это самая моя такая трудная часть. Вот, заработала ли на этом я денег еще? Пока что нет, если не считать того, что вообще, ну, как бы, если считать с курса, когда я начинала, нет, но обычно на какие-то, я всегда кому-то что-то корлякала, да, я могла заработать 10-20 евро на этом, то есть, вот, уверена, что в конце курса обязательно что-то заработаю, то есть это не самая моя главная цель, но было бы очень приятно, если бы какие-то денюжки от этого приходили, как бы, и почему нет, да, вот. Если с чем-то сравнить у меня, я не проходила никогда никакие такие курсы, вот, но могу сказать по отзывам подружек, которые занимаются в других онлайн-школах Мехинди, да, есть, не хочу, как бы, кого-то чем-то оскорблять или еще что-то в этом роде, но я такая прямолинейная в этом плане, я люблю, когда люди делают вот такие вещи, как бы, открывают школы, не только из-за денег, это сразу чувствуется, да, понятное дело, знания, мы должны за это как-то платить, это все недешево стоит, но в других школах я замечала, ты чувствуешь от человека, это чисто бизнес, либо человек на самом деле заинтересован дать тебе знания, он прямо горит этим, да, вот что в этой, в моей школе, назовем ее моей, Ирины Александровской, мне нравится, что чувствуется, да, что человек делает это настолько от души, настолько с любовью, вот, настолько без каких-то таких задних помыслов, да, чтобы что-либо, нет, вот, вот с открытой душой человек тебе отдает все твое знание, заинтересован в твоем прогрессе, вот, как бы, и умело все это подает настолько щедро, информация, еще раз повторюсь, я не буду, не буду уставать повторять это, да, она очень щедро, я считаю, что даже чересчур не могу сказать, потому что, да, всем нам нравится, когда нам дают больше и больше, но молодцы, серьезно, это настолько, не знаешь, куда кинуться, и все это хочется записывать, впитывать, чтобы ничего не пропустить, вот, нету такого, что купишь и думаешь, блин, могли бы что-то ребята уже подбавить там, ну, что-то пожлобились, как бы тут такого нету, настолько постоянно что-то, что-то, какие-то бонусы, сюрпризы, вот, вот в этом плане, поэтому, как, чтобы мне хотелось посоветовать тем, кто еще раздумывает, не раздумывайте, я одна из тех, которую всегда трудно уболтать на такие вещи, я особо не ведусь, не верю, вот, но не прошло, наверное, и дня, чтобы я пожалела, вот, я уже даже задумываюсь, господи, когда мы пройдем весь курс, что я буду делать, без этого я настолько подсела, настолько подсела на это все, что жизни себе, наверное, не представляю, но не задумывайтесь, записывайтесь на курс, не пожалеете 100%, 108%, если вам нужно больше, вот, вот так вот, ну, и все, кто проходит, желаю удачи, дойти достойно до конца, закончить и прогрессировать дальше, не останавливаться, спасибо вам большое! Спасибо! Спасибо! Спасибо!